Около полутора тысяч мусульман приняли участие в коллективном эфтаре в московском шатре Рамадана. Этот проект ежегодно реализуется Духовным управлением мусульман столицы России. Накануне в шатре проходил вечер Лаки. Подробности у Курмана Рагимова. Каждый день, как праздник, коллективное разговение объединяет сердца верующих. В этот вечер за одним столом собрались представители Лакской общины Москвы. Для них эфтар – это не просто сытный ужин, но и возможность найти новые знакомства и укрепить братские узы. Я очень рад, что вдалеке от Родины наши земляки собираются, встречаются, организовывают такие мероприятия. Я рад, что участвовал в этом мероприятии. И у меня есть большая надежда, что, иншаллах, лакский народ возродится. Но возрождение, оно обязательно с религией, с верой Всевышнего Аллаха. Без этого никак. Поэтому, с верой Всевышнего Аллаха, я уверен, что возрождение лакцев нашей Родины, иншаллах, будет. В оргкомитет мероприятия вошли три общественные организации. Для гостей была подготовлена насыщенная культурно-просветительская программа. Чтение Корана, показ видеороликов и выступления ученых-богословов. Молодежи подробно рассказали об истории и культуре Лаки, о роли лакцев в распространении ислама на Кавказе. Впечатления у меня самые наилучшие, самые незабываемые. Потому что мы, молодежь, в том числе, сумели организовать такое мероприятие и накормить более полутора тысяч постящихся. Да и для нас тоже, как для команды, это мероприятие такое, которое сплачивает нашу команду и помогает нам в дальнейшем проводить тоже такие крупные мероприятия. Завершился вечер неформальным общением за чашкой чая. В планах у организаторов продолжать добрую традицию. Курбан Рагимов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Москва.